Снежный апрель не на шутку обеспокоил правительство. Премьер поручил министрам следить за ситуацией на занесенных дорогах страны. На сегодняшнем заседании Кабмина говорили и о дороге в Евросоюз. Обсуждали сроки, когда украинцы смогут ездить без виз в Европу. Успеют ли все желающие оформить для этого биометрические паспорта? Ответы на эти вопросы слышала Ирина Романова. Две недели после благой вести о предоставлении Украине безвизового режима в МИДе изучали технологию вопроса. И наконец вышли к людям с разъяснениями. Так когда же украинцы смогут свободно ездить в 30 европейских стран? 11 травня, скорее всего, это вопрос будет подано на оптимание Рады ЕС. Еще три недели понадобится ЕС, чтобы ознакомить с новой нормой своих пограничников. То есть пересекать европейскую границу без виз украинцы смогут не раньше июня. Но ни об учебе, ни о работе речь пока не идет. Только туристические деловые поездки или визит к родственникам. Попасть в ЕС безвиз могут только собственники биометрических паспортов. А их в Украине уже более трех миллионов. Еще два миллиона таких документов планируют выдать до конца года. Столичные центры паспортного сервиса уже возобновили работу. Вот-вот откроется и региональная. Так что волноваться не стоит, уверяет миграционная служба. До процесса выдачи оформленных биометрических документов приедали Центры надания административных послуг. Их уже 18. На ближайшие недели мы ожидаем начатку работы 10 киевских центров, 2 центров в городе Харькове, Днепро и другие большие места. Я хотел бы вас очень попросить, чтобы мы уникли от такого явления, как черги паспортистов. Я бы хотел, чтобы таких вопросов у нас вообще не было. Поговорили министры о закупке лекарств на 2017 год через международные организации. В Минздраве уверяют, экономия налицо. 15-й год закупки завершены полностью. С экономией, которая сейчас будет направлена к закупке вакцин. Какая экономия? Извините. Какая экономия? За 15-й я сейчас не скажу цифру, но 16-й год, если смотреться только по ЮНИСЕФ, по закупке вакцин, то мы имеем сейчас 17 миллионов долларов. Эти 17 миллионов долларов сейчас пойдут на закупку новых лекарств для украинских граждан. Мы сейчас на этот рейх сближали финансование на лекарств на 2 миллиарда гривен. Примерно 6 миллиардов в этом году будет вытрачено на закупку. От вопроса Минздрава к вопросам Нафтогаза правительство продлило срок приема заявок на должность независимого члена Набсовета этой компании еще на месяц. Напомню, в конце марта Кабмин увеличил состав Набсовета с 5 до 7 человек и предусмотрел двухнедельный срок подачи документов на конкурс. Но, похоже, подыскать кандидатуру на должность с окладом в полмиллиона гривен в Нафтогазе за это время не успели. Не обошли своим вниманием члены правительства и не типично снежный апрель. Влада сегодня на местах работу организовала. Ситуация контролирована. Все службы работают. В Кировоградщине на пятницу есть пониженная температура. Это означает, что должны быть соответствующие заходы за сдвиги. Уже разломлены. Следить за прогнозом погоды поручил премьер и профильным министрам и в случае ЧП оказывать помощь своим региональным подразделениям. Ирина Романова, Вадим Сверидонов. Подробности. Телеканал Интер.